Такое впечатление, что кто-то сегодня не завтракал. Буне зио, здоровенький булы. Салям, по-гагауски. Вы знаете, давайте, как всегда, по фактам пройдемся. Потому что факт – это самый яркий, самый веский аргумент, который даже дурака заставит подумать, замыслиться. Факт. И человек пускай делает выводы. Вот у нас, если мне память не изменяет, в Молдове 57 стволов оружия на руках. У гражданского населения. Ружья охотничьи, пистолеты и так далее. Я тоже грешен имею пару стволов за душой. И вот представьте, я прихожу сюда с этими стволами. Еще кто-то приходит, еще кто-то. Как вы думаете, как себя поведет полиция, которая нам тут рассказывает, где стоять и как соблюдать законы? Думаю, что они накинутся, как пчелы на мед, заломают руки и скажут, вы нарушаете закон. И они будут правы. Потому что в общественных местах, на публичных мероприятиях появляются с огнестрельным оружием, запрещают закон. Но в такой же степени закон запрещает на этих мероприятиях появляться работникам правоохранительных органов. А они стоят с боевым оружием. Я об этом говорил им несколько раз. Говорил их старшим офицерам. Они на какое-то время убирали этих сотрудников с пистолетами на боку. А сейчас ничего другого не придумали, как рубашками закрывать пистолет сверху. Закрыл его как бы это самое. На кого это рассчитано? Но я хочу задать вопрос. А почему так происходит? Почему полицейские считают возможным плевать на закон, требуя от нас, простых людей, исполнения законов? Почему это происходит? Да потому что у них есть хороший пример. Майя Санду. Я видел фрагмент интервью, которое она давала Дудю. Дуд спрашивает. Но то, что вы Евгению Гуцул, президента Гагаузии, не назначили, не включили в состав правительства, ведь вы нарушили закон, ответ. Нет, я так не считаю. То есть, черным по белому написано в законе, так? А наша президентша, Господи помоги. А наша президента считает, что этот закон не так написан, не для нее написан. И она решает, что законно, а что незаконно. А вы думаете, на фоне таких действий президента полицейские будут вести себя по-другому? Да они завтра сюда пушку прикатят. Если надо им, с их точки зрения, подавить наши мнения, наши голоса. Им тогда и пистолетов не хватит. Потому что у них есть пример. Президент, который плюет на закон, и они, полицейские, карабинеры, тоже плюют на закон. Что же это за государство? Что же это за страна? Что это за власть? Это первый факт, подумайте. И второй факт. Давайте вместе подумаем. Вот пару дней назад увидел в сетях, появился миротворец молдавский. Вы знаете, что на Украине есть сайт миротворец, куда заносятся имена всех врагов Украины. Кстати, хочу заметить, в этом списке их там, мне кажется, 57 тысяч или около 60 тысяч человек. В этом списке есть и я. Ваш покорный слуга. Не удивляйтесь. Там есть Берлускони, такой политик. Там есть такие крутые ребята в этом списке, что я считаю честью быть в этом списке. Но точно такой список появился в Молдове, и там появились первые 25 человек. Я, кстати, возмущен тем, просто возмущен, что среди этих 25 человек нет меня. Если я узнаю, кто автор этого сайта и кто сделал мне такую подляну, я ему не знаю, что сделаю. Я большего оскорбления не ожидал ни от кого. Не появиться в первой 25-ке врагов, я сейчас скажу, кого, мне, не включить меня в тот список, это глубочайшее оскорбление. Поэтому я не завидую этому кадру, который эту оплошность допустил. И требую немедленно 26-м в этом списке поставить меня. Я требую. Но давайте посмотрим, о ком и о чем идет речь в этом сайте. Четко написано, это те люди, которые действуют против государства Республики Молдова, против государственных интересов Республики Молдова. А теперь берем персоналии и берем, кто эти люди. Во-первых, антигосударственная деятельность преследуется по закону. В уголовном кодексе есть статья за подобную деятельность. Я задаю вопрос, каким судебным решением тот или иной гражданин Молдовы, который находится в этом списке, признан государственным преступником. Где это решение? Где суд установил, что он позволял себе действия, которые подпадают под определение государственных преступников? Действия против интересов Республики Молдова. Это первый вопрос. Майя, к тебе и к твоему вины и струбюстиции, ни рыба, ни мясо. Второй вопрос. А давайте посмотрим теперь, кто эти люди в списке и чем эти люди занимаются. Марина Таубер. Цифру называю официальную, которая прозвучала в последнее время во всех сервисах массовой информации. За последний год в Молдове за чертой бедности оказалось более 32% граждан страны. За чертой бедности не просто бедные, это другое определение. Там 20 с чем-то процентов жителей страны. А за чертой бедности это определение, когда люди должны просто умереть. А что делает на этом фоне Таубер? Она выходит на митинги и требует от власти изменения экономической политики, интересах этих людей, населения Республики Молдова с тем, чтобы снизить уровень бедности. Чтобы позволить людям не шиковать, а выживать. Разве эта деятельность, защита интересов граждан Республики Молдова не есть высшая цель любого государства? Главная задача любого руководства любой страны. Вы не находите в действиях и в заявлениях противоречия. Значит, тот, кто защищает народ Республики Молдова, требует от власти улучшения ситуации тот враг этого государства. А тот, кто создал эти условия, когда у нас появилось, наверное, в течение полутора-двух лет, появилось такое огромное количество супербедных людей. Они герои. Это какой-то зазеркалье. Это какой-то идиотизм, который... Я не знаю эти партнеры по развитию, которые сидят там в Брюсселе. Но они же не идиоты полные. Они ведь это видят. Они это понимают. Я уверен, что понимают. В Европе есть умные люди. Но... Если бы при этом Таубер и ее команда кричали за Брюссель, за Вашингтон, Майю тут же посадили бы на место. А в силу того, что та же Таубер и другие из этой команды говорят, нам не надо, ребята, ни с кем конфликтовать. Давайте сохраним нейтралитет. Давайте не будем условия геополитической борьбы крупнейших мировых государств. Не будем разменной монетой ни там, ни там. Давайте останемся, как Швейцария, всю свою жизнь нейтральное государство, маленькое. Нам не надо армии. Нам не надо оружия. Мы ни с кем не будем конфликтовать. Мы будем жить для народа. Мы будем развивать наше государство. Но это не устраивает тех, кто сегодня в свое время привел Майю Сандуну на эту должность, в это кресло посадил. И они хотят совсем другого результата. Они хотят, чтобы Молдова оказалась на той стороне баррикад, который сегодня конфликтует с Россией, со странами Юга, Африки, Азии и так далее. То есть мы разменная монета. Таубер и команда Илона Шор хочет мира и спокойствия. Власть, которая заявляет, что они антигосударственники, хотят наоборот поджечь ситуацию у нас в Республике Молдова. Так кому место в этом списке возникает вопрос? Партии ПАС, ее активным членом? Или в основном там люди из партии Возрождение, партии Шор и другие приличные люди? Другие приличные люди? Вот я о чем хотел, чтобы вы все задумались. Какое лицемерие? Какая подмена понятий? Какое издевательство над здравым смыслом? И какая вера в безнаказанность? Безнаказанность, в которую верит Санду и ее Шобла. Поверьте, ребята, я давно живу на этом свете. Не будет безнаказанности. Не будет безнаказанности те, кто разрывает народ, те, кто гадит народ, стравливает друг нас друга. Для этих все очень плохо заканчивается. И яркий, красочный пример этому ситуация во Львове с Фарион, которая стравливала русских Украиной на украинцев и наоборот. Столько лет. Все создавало для того, все условия создавало для того, чтобы люди ненавидели друг друга внутри самой Украины. Чем это закончилось? Мы все с вами знаем. Я уверен. Рано или поздно эти негодяи, которые делают то, что они сегодня делают, они будут наказаны. И в заключении. Поставь... Смотрю в камеру и говорю, негодяй, поставь мою фамилию в списке этих приличных людей. Как он называется? Миротворец. Миротворец. Молдавский миротворец. Вот поставь мою фамилию. Иначе ты будешь следующим. Знаешь, что я имею в виду. Спасибо. Браво. Спасибо.